Кающемуся, чтобы получить прощение, должно приносить истинное покаяние. А какое истинное покаяние? Послушай о покаянии Петра после отречения. И выйдя вон, плакал горько. Матфея 26 глава, 75 стих. Потому и был прощен ему этот грех, что он раскаялся как должно. Раскаялся и блаженный Давид, каждую ночь говорит, омываю ложе мою, слезами моим омочаю постель мою. 6 Псалом 7 стих. Давно отпущенный грех он оплаковал, после стольких лет, после стольких поколений, как бы совершенный недавно. Кающемуся должно не гневаться или раздражаться, но сокрушаться, как осужденному, как не имеющему дерзновения, как обличенному, как ожидающему спасения от одной милости, как показавшему себя непризнательным и к благодетелю, неблагодарным, бесчестным и достойным бесчисленных мучений. Если он станет помышлять об этом, то не будет гневаться и раздражаться, но воздыхать, скорбеть, плакать и рыдать день и ночь. Кающемуся не должно никогда предавать забвению грехи свои, но молить Бога, чтобы он не воспоминал о них, а самому никогда о них не забывать. Если мы будем о них помнить, то Бог забудет их. Слава Господу Иисусу Христу и веков. Аминь.